Всем большой привет! Новый год, новый формат видео. Пробую что-то разнообразить, смотреть какой формат вам смотреть будет проще и интереснее. Сегодня один день из жизни со здоровым питанием по канонам нутрициологии. Первым делом промытое кинуа отправляю в противень. Солю, добавляю сушеную зелень и заливаю водой. На небольшие кусочки нарезаю мясо, в моем случае это свинина. Засыпаю поверх кинуа и все вместе отправляю на небольшую температуру томиться в духовку. Итак, сегодня пробую такой вот почти влоговый формат. Будет завтрак, перекус, ужин плюс закупка продуктов. Здоровая полезная корзина. Мы с семьей практически полностью перешли именно на такой распорядок. Двухразовое полноценное питание плюс один, естественно, тоже полноценный, но все же перекус. Часто в своих видео говорила про то, что в самом идеальном варианте завтрак это самый плотный прием пищи, который дает заряд энергии на большую часть дня. Ну и, соответственно, наконец-то мы сами перешли на такой вот плотный, супер плотный завтрак. И по итогу ужин, второй прием пищи, гораздо более ранний, чуть менее плотный и углеводный. И с одним небольшим перекусом этого вполне хватает на весь день, по крайней мере для взрослых. Параллельным курсом здесь на видео нарезаю большое количество овощей. В моем случае это лук, морковь, красный перец, вы можете взять что-то еще. И отправляю их тушиться на сковородку. Именно тушиться, то есть как-то прям сильно обжаривать, до корочек, конечно же, не надо. Можно добавить совсем чуть-чуть воды и протушить, чтобы овощи приобрели тот самый божественный вкус и аромат. В кашу с мясом добавляю чесночок, это, естественно, по желанию опция. А в овощи добавляю томатную пасту. Естественно, обязательно проверяйте ее состав. Кроме томатов и максимум соли, там не должно быть ничего. И еще какое-то время запекаем в духовке для объединения вкусов и ароматов. И подаем, естественно, со свежим салатом. Тот, который у вас есть в доступе, в моем случае, сегодня, в принципе, он будет в течение всего дня. Это капуста с морковкой и с красным перцем, заправленная ароматным нерафинированным маслом. Блюдо получается несложное и очень ароматное. Я, правда, советую всем к приготовлению. Ну и, собственно, из нововведений. Закупка продуктов. Как выглядит максимально полезная продуктовая корзина, имея на кухне которую, всегда будут продукты именно для здоровых полноценных блюд. Начну с вкусняшек. Дом, где есть дети, мне кажется, редко обходится без них. Йогурты. У меня кокосовые, могут быть, конечно же, и обычные. Главное правило, без сахара и без непонятных ингредиентов. С минимальным составом. Конфеты и батончики из орехов и сухофруктов. Главное правило в составе, не поверите, орехи и сухофрукты. Никаких ароматизаторов, сахарозаменителей и прочего. Шоколад. Горький. Состав какао-масло, какао и сахар. И именно в такой последовательности. Сахар в конце. И никакого сухого молока, заменителя молочного жира, ароматизаторов и прочего. И батончики из бурого риса в горьком шоколаде. По составу правила ровно те же. Из магазинового сладкого, помимо ягод и фруктов, это все. Мясо, птица, рыба, субпродукты. Конкретно в этой закупке у меня улов из целых двух тушек индейки и свинины, из которой в принципе уже было приготовлено первое блюдо. Из индейок всегда делаю заготовки в заморозку, поэтому объемы меня точно не пугают и по выгодной цене беру всегда впрок. Заготовки можно найти по ссылочке здесь наверху и в описании к этому видео. И также кладезь жирорастворимых витаминов, печень, трески и в собственном масле. Тоже обязательная вещь в каждой закупке. Фрукты. Естественно, обязательная вещь в доме с детьми. Как раз таки хорошая замена покупным сладостям. И естественно, все только сезонное. Ну и обычно самый большой и самый важный раздел витамины и клетчатка это овощи. В моем случае кабачки, огурцы, помидоры черри, у нас сейчас на них сезон, лук, морковь, чеснок, свекла, перец. Конечно, тут корзина у всех будет абсолютно разная, смотря какой у вас сезон, что есть на прилавках. Не забываем про самую обычную капусту, про пекинку, про брокколи, про цветную капусту, про различные зеленые салаты. А также про заморозку, если сейчас, ну вообще совсем не сезон. В плане овощей, просто главное помнить, чем больше, чем разноцветнее, чем разнообразнее, тем лучше. У меня в данном случае нет никаких круп в закупке. Приветствуется что угодно, главное долгой варки. Ну и яйца и томатная паста, которая видео уже тоже была и в составе только томаты и соль. Помню по себе, что на первых порах рука в магазинах тянется покупать гораздо более привычные продукты, гораздо менее нутритивно-ценные. Ну а потом, естественно, рука тянется их есть или из них готовить. Поэтому, возможно, кому-то пригодится и вот такой вот разбор холодильника. Ну и плавно переходим к перекусу. Сегодня и в данном случае это будут бутерброды. Хлеб я пеку дома сама, он на закваске из цельнозерновой муки. Сливочное масло, естественно, каким-то образом надо выбирать качественное. Правда, никто практически не рассказывает, каким образом это делать. И домашняя колбаса. Ее рецепт у меня есть на канале. Ссылочки на это также будут в описании. И в этот раз она была приготовлена при более высоких температурах в дегидраторе. Не в холоде, как обычно, поэтому даю ее даже детям. Итого, углеводы имеем в хлебе. Но при этом имеем закваску, которая помогает переваривать эти углеводы. Жиры, естественно, имеем в масле. Ну и, собственно, в самой колбасе, конечно, тоже. Белок тоже имеется. И не забываем добавлять клетчатку. Здесь немного размытое видео, но тем не менее, это все тот же салат из капусты. Плавно перетекаем в ужин. И сегодня как раз замечательный пример того, зачем нужны заготовки. Например, в данном случае из замороженной с осени перец. В миске фарш из курицы, отваренный бурый рис, соль, перец, сушеные травы. Также добавляю совсем слегка обжаренный лук и кабачок. Его вы в закупке тоже видели. Сюда же можно добавить, например, баклажан или какой-то вид капусты. Тоже подойдет. Чем больше овощей будет в фарше, естественно, тем лучше, тем легче будет ужин. И тем больше клетчатки вы получите. Получившимся фаршем начиняю перцы. И отправляю их вариться, тушиться в бульон тоже с овощами. Некоторые товарищи красненькое у меня не едят. Поэтому из оставшегося фарша формирую ежики. И это тоже будет полноценное блюдо. Потому что там есть и медленные углеводы в виде риса. Небольшое количество. И достаточно большое количество овощей. И в самих ежиках, и еще дополнительно в соусе, в котором они тушились. Ну и, естественно, салат. Сегодня почему-то получилось, что на все три приема пищи из капусты. Но вы можете заменять. Большое спасибо, что провели сегодня со мной столько времени. Очень надеюсь, что кому-то сегодняшние варианты блюд пригодятся. Здоровья и полезного всем аппетита!